Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Андреев и вы на канале Ушатайка. В сентябре стало известно, что Мухаммад Вахаев покинул ACA и оставил титул чемпиона лиги в тяжелом весе. В этом интервью Мухаммад рассказал о причине ухода и своих дальнейших планах. Цель у Вахаева самая серьезная – прийти в UFC и победить Франсиса Нганну. Приятного просмотра! Мухаммад, привет! Привет, привет, Илья! Расскажи, чем ты в последнее время занимался, потому что новостей про тебя давно уже не было никаких. А чем мы не занимались, Илья? Хулиганили. Да, Илья, дома, все это время дома, был на сборах, посвящал Дагестан 20 дней. Он помогал в подготовке Резвану Куниеву против Дайнека. Вот он, я здесь, дома, сейчас. Ну, то есть ты именно как спарринг-партнер там был в Алистане? Да, мы как спарринг-партнер, делали физику друг друга, подсказывал, он подсказывал. Ну, помогали, работали, общую работу ему мать делали. Спарринг-партнер не было. На этой ниформе смысла нет, чтобы были спарринг. Была борьба, все время борьба, возле стенки, работа и качка. Ну, в общем, я смотрю, ты достаточно крепко влился вот в эту команду, то есть ребята с Горца, Али Исаев, опять же, Резван Куниев, ну, то есть там же, наверное, с ними. И Базидит Атаев тоже, он, по-моему, даже был в твоем углу, когда отобился с ведением Гончарова, если я не ошибаюсь. Да, это команда, да, мы делаем общую работу, почему? Потому что это тяжи, я от них, Вазидит Атаев, Рамат Киримов, чёрный пояс, Вазидит, за ним говорить, не надо, все знают, да, Али Исаев, чемпион, Кубок Куниев, чемпион Европы, вольный по ФЛ, чемпион, также Резван Куниев, неоднократно по любительской карьере, является чемпионом мира, как бы, Рашид Юсупо, это крепкие ребята, у них опыта хватает, передаём опыт, и плюс здесь стежи, у нас проблемы с стежами, есть Алихан Вахаев, Умар Вахаев, да, Алихан Вахаев, вот наш брат, вот, больше тяжей нету, и когда ты едешь, вливаешься в команду, постоянно, когда 5-6-7 тяжей работают, это уже, как бы, ты растёшь быстро, А здесь один тяж ещё, плюс я всё время 55-58 километров, мне на тренировку надо ехать, как бы, это, от дороги очень устаёшь постоянно, как бы, если каждый день ездить, тяжело, вот, Поэтому я еду туда, и стежами готовлюсь там, если были бы у нас, у нас, как бы, залы, так, на 90 килограмм, там, 84, очень много ребят, на самом деле, очень много, спарик, но, к сожалению, у меня вес не 90, и 100, а 130, поэтому, мне приходится ездить туда, Да, другого варианта я просто пока не нашёл, если у нас стежи сейчас молодые, начнут нас догонять, скорее всего, здесь, мы будем тренироваться, куда-нибудь еще. А, слушай, а вы с Вахаевым, кстати, не родственники? Нет, мы не родственники, мы одноклубники, братья, Ну, понятненько. Какие твои дальнейшие планы по карьере? Да, дальнейшие планы, какие у меня, ACB, ACA, я свою работу, мне кажется, сделал, Здесь мы, когда будут очень серьёзные ребята, которые будут себя представлять, когда выиграют титул, и покажут себя, достаточно, их невозможно будет уже, когда выиграть, Я могу вернуться, когда закончится контракт за океаном, я хочу UFC, пока я, как бы, вижу там свою перспективу, хочу попробовать, просто я один раз живу, и хочу попробовать себя там. У тебя же была возможность выступить на Бойцовском острове? Да, было. Скажи про эту историю. Да, была на замену, чтобы я вышел с соперником Шамиля Абдурахимова, была такая возможность, но, к сожалению, я болел коронавирусом, и у меня 25% была плеймония, и поэтому пришлось, как бы, слиться, другой варианта не было. Но я не смог бы, там, на двух-трехнеделях, графики не смог бы потянуть, как бы, один раунд, но потом дышать невозможно после плеймонии, тяжело бы. Насколько жёстко переболел коронавирусом? Как бы, достаточно, очень серьёзно, не спать, не ходить, не есть, ничего не мог, дышать, тяжело бы. На самом деле, очень серьёзная болезнь, просто не пожелаешь заболеть. Ну, ты как её именно перенёс? То есть, какие у тебя были, ну, то есть, что-то вот чувствовал, когда болел? Или, можно сказать, что ничего не чувствовал, настолько плохо было? Семь мышц болели очень серьёзно, температура была всё время, вот. Дышать тяжело было, вставать с кровати, а элементарно убыться утром, реально очень тяжело было. Ну, дней десять прокапывался серьёзными антибиотиками, и начал приходить в себя. Я, ну, обаяния потерял, запаха не было, вообще не чувствовал запах. Месяцев два где-то не чувствовал запах, после как я заболел, как хоть даже с себя пришёл. Потом и месяцев два так же я не мог дышать, я всё время уставал. Так, второй этаж поднялась в квартиру, мне приходилось минут где-то пять приходить в себя. На самом деле, очень тяжёлый был. Расскажи, кто сейчас твои интересы представляет, то есть, есть ли у тебя менеджер, ну, то есть, каким образом тебе вообще пришло предложение от UFC, как это было? А, предложение UFC со мной на связь через Абдул-Азиза вышел. Через Резвана, получается, Абдул-Азиза, Сухраб вышел. Тренер Куба Горец, Дагестана, вот что ли, я на замену ушёл. Вот. И у меня не получилось выйти. Сейчас заявка есть, Абдул-Азиз должен прислать контракт, как я понял. Резван или Абдул-Азиза. Ну, то есть, ты нацеливаешься на то, чтобы дебютировать в UFC где-то, не знаю, где-то в январе или феврале. Ну, то есть, когда там будет новая серия турниров на Бойцовском острове? Скорее всего, да, потому что сейчас, в данный момент, у меня подряд с визой. Да, так и рассчитываю. Что думаешь вообще за счёт своих перспектив, вот если бы ты попал бы в UFC прямо сейчас? Что бы ты там бы показал, расскажи. Что мы там показали бы? Что мы здесь в ACA показывали? То и показали бы, да. Я ничего такого страшного там не вижу. Реально сейчас никто в меня не верит, если я вдруг туда попаду. Фрэнсис Ганну, там, серьёзный оппонент, серьёзный парень. Но я не вижу в нём никакой угрозы. А почему? Ну, почему я могу в нём видеть? Ну, слушай, ну, всех роняет за одну минуту. А? Всех роняет за одну минуту. Ну, да, роняет тех, которые назад отклоняются, там, в челяк получают, конечно. Если бежит, то он таким ударом, надо ноги поймать, просто перевести. Мы достаточно серьёзными ребятами. Здесь, на улицах, где я вырос в Чечне, я всё время рубился с такими страшными ребятами. Для меня Фрэнсис Ганну, это не такой уж страшный оппонент, я могу с ним прийти, обработать этого парня. Вот сейчас это будет для некоторых, как бы, о чём он говорит, что я якобы говорю, короче, слишком громкие слова. Ну, к сожалению, он большой, мышечный, ему надо достаточно много кислорода, перевести его. И там можно затаскать никаких проблем, когда бой дадут, если я до него доберусь. Ещё до него доберусь я там достаточно, он там UFC, там, топ, да. Но, к сожалению, я тоже не с улицы иду, я являюсь в двух организациях чемпионом, правильно? И в рейтинге тоже, как бы, не там где-то. Поэтому, там, через бой можно на него нарваться. Если хороший бой дать, их же интересно, мне кажется, это будет, если это желанием, я говорю. Ну, а что скажешь, допустим, про Меочича, про нынешнего чемпиона? То есть, на Ганну понятно, то есть, ты думаешь, что ты сможешь его переехать, а вот, допустим, Меочич, то есть, более универсальный такой боец. Меочич, это для меня более серьёзный оппонент по самому. Честно, вот как я говорю, он более серьёзный оппонент для меня. Он может и газовать, он может и отступать, работать. Он очень опытный парень. Ну, а Фрэнсис Ганну, что он с ним делал? Далеко ходить не будем. Что было? Он проиграл. А заявление в UFC было очень громкое, правильно? Поэтому, Меочи очень серьёзное понятие. Чтобы Меочича затащить, его выиграть надо будет очень правильную работу проделать с хорошими, опытными тренерами. Я думаю, всем возможно выиграть, смотря как ты подойдёшь. Ну, вот я, допустим, всё время сам тренировался. У меня никогда там... Не было тренировок, которые утром будили меня на тренировку. Там, давай. Или там, сегодня у тебя там пассаж, или там силуэт. Всё время сам. Там, Асламбек Дураев, тренер. Всё время лапу держит, где-то поддержит меня. И психологически всегда был рядом. Ну, в основном у меня тренировок не было. Позвоню дядке там. Дядька там лапу тоже поддержит. Дядя у меня молодой, Махаев. Если у меня был тренерский штаб, я мог бы, мне кажется, хороший результат показать. Я думаю, и у меня будет этого всего. Просто... За каждой тягостью наступает облегчение, да? Ждём мы этого облегчения. А Волков, кстати, как тебе? В последнем бою прям очень мощный вышел. И у Волков габарита набрался. Очень серьёзный оппонент. У него вот это... Именно ноги, вот эта тазовая часть широкая. Ещё сейчас массу, как бы, верхнюю часть он набрал. Я вообще считаю, что он давно должен был быть чемпионом. Я не знаю. Просто у человека может... Что-то нужно поменять. Но ему нравится, я как понял, то, что у него сейчас какие-то графики, тренера, там, работа. Очень такой преданный солдат к своему делу. Поэтому я могу ему не таскать. Он должен был быть чемпионом. И я был бы только рад, если россиянин был бы чемпионом в тяжёлом весе. UFC. Ну, к сожалению. Ну, и мне кажется, будет. Скоро будет. Потому что он сейчас в последнее время вообще мощный стал. Смотри, в российских лигах нет допинг-контроля, а в UFC есть. Это может быть для тебя проблемой? Говорят, в UFC есть допинг-контроль, да. Серьёзный причём? Приезжают домой. Для меня это вообще на самом деле подходит, потому что я несколько раз уже пробовал делать допинг. И у меня по природе организм такой, что не воспринимает. Я очень плохо от этого себя чувствую. У меня головные боли, там, у живот боли. Но это не моё. Я с Гольцовым подрался. без допингов, без ничего, как бы, до усада сдавал, там, эти, допинг чистый. Потом, Таннер Боссер в Лондоне я подрался, кровь сдавал, чистый. Но мне это всё не подходит. Там капельницы делаем, но здесь её достать невозможно. Из-за фослина там всякие там кто ещё там был. Блин, я не помню уже. Ну, белок, белок у нас в любых аптеках продаётся. Капельницы восстанавливающие делаем. Ещё сверхъестественно там. И в допинг это даже не входило. Я себя нормально чувствовал. Я думаю, за Кияном могут быть очень серьёзные вещи, которые... Я не уверен, в UFC дерутся, ребят, такими габаритами, что они что-то не делают. Это просто неправда. Ну, в общем, тебе, одним словом, чиститься не придётся. То есть не нужно время для этого. Что мне почиститься, я не знаю. Ты поприеду сюда, мы с тобой уже национальное блюдо покушали, да, дежигал. Если не придётся, почиститься там, нам больше ничем не придётся почиститься. Главное тренироваться. Сейчас на самом деле стабильности нету, финансово и на самом деле чуть-чуть тяжело, но я думаю, прорвёмся, вырвёмся. Просто лишь бы был контракт, пока такого мотивации нету, стимула нету. а так ждём контракта, как подпишем, будем газовать. И когда попадут UFC, многие, которые болтают, сядут, чуждо, и как всегда, короче, закроем арты и покажем, кто мы и откуда пришли. Будем газовать. Расскажи теперь, как ты покинул SCA, потому что летом было объявлено, что у тебя будет бой с Даниэлем Амельничуком. На одном из турниров об этом было сказано, что бой планируется на октябрь, и, соответственно, этого боя не было, и в сентябре было сказано, что ты сдал пояс и ушёл из лиги. Это было достаточно внезапно, неожиданно. Как-то произошло из-за чего. Да, там сейчас претендент, получается, мой брат, Вахаев. Вот. Я никакого смысла не вижу. Да, мне здесь хорошо, да, все мои, все, все условия, есть, проблем никаких нет. Ну, к сожалению, сейчас скоро уже будет претендентом мой брат. И мне с ним что-ли выходить опять-таки. Данила Миленчук, это для меня не проблема. Сам. Старый, Нахимарин, мужик, очень весельный. Я его быстро обработал, на самом деле. Не знаю, что было бы, но это была моя цель, и я это сделал вообще без проблем. так вот. Хочу себя попробовать там, вижу себя там. Хочу попробовать, чтобы не случилось, хочу там себя попробовать. Не знаю, все говорят там, что-то, что-то сверхъестественные бойцы. хочу этих сверхъестественных бойцов показывать, показать, что здесь тоже есть очень сверхъестественные, серьезный парень в России. Алика, как тебя отпустило? Нормально. Нормально отпустило, нормально, адекватно, все нормально. Сказал, что у меня своя дорога, свой путь. Мне предложили контракт, я сказал подписывать к сожалению. Все. Салам пополам. все нормально. Я реально UFC иду, я знаю, что я здесь тухнул все время. Что-то вот меня не заводит уже. Я уже год один раз за титул, полтора года один раз за титул дюрость. Меня что-то здесь не заводит. Я хочу попробовать тебя. Себя вот там, я вижу тебя, себя там. Меня это, мне кажется, я туда попаду, меня это замотивировать. Другие бойцы, другая атмосфера. Обстоятельства, мне кажется, совсем другие. Что-то новое хочу. Я хочу себя показать на самом деле. Всему пока у меня есть здоровье, молодость, хочу ворваться туда. Обычно куда-то там. У меня вообще само сердце, оно волчье. А само вот это, мне кажется, там прозвище черный лев, да? Хоть оно там прозвище левиное, там, да, но у меня само сердце характера, оно волчье. Хочу на самых сильных нападать. показать себя, там, мне кажется, всех покусаем, а кто больше, всех его заберет, как волк забирает, когда заскакивает. Другого варианта не вижу. Другое .